3 тысячи ныринмарцев вышли на улицы окружной столицы в день весны и труда. Традиционное массовое шествие и митинг-концерт собрали более 100 трудовых коллективов города. А шестерых лучших представителей своих профессий наградили за многолетнюю добросовестную, успешную и эффективную работу на благо Ненецкого округа. Более 100 трудовых коллективов и порядка 3 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ныринмаре. Праздник труда и весны один из самых старых в России. Первый и первомай праздновали еще до революции. Например, рабочие лесопильного завода Сталополярь вышли на демонстрацию в 1907 году. Официально же праздновать его начали 100 лет назад, в 1918 году. И сегодня, как 100 лет назад, невзирая на погоду, а она совсем не радовала митингующих, трудящиеся вышли на городские улицы в едином праздничном порыве. Большинство колонн претендовало на участие в конкурсе за лучшее оформление. Наш детский сад называется «Семецветник». Ну и мы решили все-таки обратить внимание на цветочки, на радость. На весну мы ее ждем. Всех поэтому и поздравляем тогда уже, пользуясь случаем, всем цветов, радости, весны и труда. Рабочую молодежь, подрастающее поколение, которое готово работать на благо нашего округа, что вот будущие сварщики наши сегодня идут в колонне со всеми вместе, как будущий резерв молодых кадров. Злой болезни ответ дадим. Туберкулез мы победим! Вот вам и ответ. Компетентная жюри оценивала подготовку трудовых коллективов, оформление колонн, праздничный настрой. Да, в принципе, есть колонны, которые выделяются хорошо и массовостью, и оформлением. А в принципе, нет вообще маленьких колонн, не оформленные. Так что здесь, если у нас колонн 5-то уже есть, которые уже должны быть, из них мы уже будем выбирать. Со сцены с праздником жителей округа поздравил в Рио губернатор Александр Цибульский, а также представители законодательной власти субъекта, крупнейших муниципалитетов округа и трудовых коллективов. Если каждый из нас будет делать свою работу, трудиться действительно на полную, что называется, катушку и с полной самоотдачей, мы действительно сможем написать и новую историю нашего округа, и новую историю нашей страны. Шестерых лучших представителей профессии в Ненецком округе наградили окружными знаками трудовая доблесть. Знаком отличия Ненецкого автономного округа трудовая доблесть первой степени награждены оленевод СПК Ненецкая община Канин Федор Ордеев и докер-механизатор Нарьинмарского морского торгового порта Иван Зверьков. Обладателями знака второй степени стали начальник цеха номер два Нарьинмарского по КТС Михаил Ружников и мастер производственного цеха общества ВИТО Людмила Сметанина. Знак трудовая доблесть третьей степени присвоен ведущему инженеру производственно-технического отдела Нарьинмар Дорьемстрой Ольге Михеевой и водителю автобуса Нарьинмарское автотранспортное предприятие Сергею Шабанову. Пожелал бы побольше грузов. Груза будут и зарплата вырастет. У нас все завязано. Если пароходы будут ходить, работа будет, значит и зарплата будет. А беда у нас в грузовый оборот падает. И падает сам порт тоже. Приходит, как говорится, на обновляться. Там много проблем. А в завершении митинга подвели итоги конкурса на лучшее оформление колонн среди предприятий и организаций. Лучше всех из ста коллективов Ненецкого округа, по мнению конкурсной комиссии, к первому маю подготовился коллектив детской школы искусств. Очень готовились. Ребятки готовили цветы. Шары надували. Барабанчик обязательно, атрибут демонстрации. Поэтому рады, что нас так высоко оценили. Конкурс проводился под девизом «Труду весне и доброте дорогу» и был приурочен Году добровольчества в России, Году оленеводства, объявленному в Ненецком округе.